Друзья, здравствуйте! Сегодня 12 декабря и хотелось бы снять промежуточное видео между и бутонной заснять, и сами цветения, потому что не успевая. Что-то отцветает, а взять все в одно видео невозможно. Вот на примере у меня уже, наверное, все ждала-ждала, доцветал дендробиум. Дендробиум у меня цветет каждый год. Это гибрид от СВО, достаточно сложный. Я возьму бирочку его. Вот такой вот. Цветет он всегда рясно и со старого бульпа, и с новых. Но что, какой минус, мне лично не нравится, он очень мало держит цветочки дня три. И так как цветочков много, поэтому цветение длится где-то недели-полторы. Сниму поближе. Конечно, цветок очень красивый, но и очень недолговечный. Хоть говорят, котлея давиана мало цветет, но, поверьте, дендробиум цветет еще меньше. На заднем плане у меня только выпускают, начиная от цветоноса, дендробиум а-ля артист я его называю, потому что гибрид артиста, но цветочки на спецоуз похожи. То есть просто желтенькие. Тоже цветет. Я вот засниму. Ну, здесь видно, что цвели старые цветоносы. Вот он идет еще, новый цветонос. На новых бульвах сверху идет цветоносы. Хотя это прошлогодняя, это два года. Ну, в общем, эти дендробиумы цветут со старых материнских туберов и с новых постоянно. Ну, перейдем к котлеям. В бутонах у меня стоит котлея варнари царулея. Варнари царулея, чем они отличаются, это вот эти падающие, которые листья растут горизонтально. Ну, я их часто подвязываю, потому что они удобно цепляются. Ну, вот такой вот бутоны. И здесь у меня варнари, которая распустилась, пришла она под биркой лабиатой. Ну, почему говорю, что варнари вот эти вот горизонтально растущие листья и достаточно широкие бульбы. Хотя я могу ошибаться, не говорю, что я 100% права, но это лично мое мнение, что это все-таки не лабиата, а варнари. Хотя по сезону цветения она походит на лабиату, потому что у многих сейчас цветут лабиаты. И, в общем, только поэтому у меня есть сомнения, потому что, как пишет Чадвик, варнари цветут весной. Но так как гибрид получен с Бразилии, может, он еще не перешел на полосу нашу, но все равно она, конечно, красавица. Попадались видео бразильцев о цветении варнари. Очень красивая. И вот прям точно такая же варнари у него цветет, и он называет, что это в котле варнари. Так, дальше перейдем. В бутонах у меня стоит, которая цветет часто. Это Денробиум фармери. Два цветоноса, но цветоносы длинные. Морковка, это морковка Дэйзи, черная Дэйзи. Она у меня цветет и будет цвести черными цветками. Они черные цветки. Именно вот прям черные-черные. Крупные по сантиметров 7. Тоже будет красивое цветение. И когда она растит цветонос, я ее все-таки поливаю. Потому что я вижу, что начинает морщиться сильно бульба. Она не вытянет цветочки. На заднем плане Денробиум. Вроде бы простой, но Денробиум очень красивый. Потому что он имеет развернутую губу. Тайцы очень ценят эти новые гибриды. Очень их любят. За что? Потому что цветут долго. Цветут объемно очень. И дают много цветков. Поэтому можно видеть, в разные стороны цветет. Цветет уже практически месяц этот Динард Блю. Ничем она не изменилась за все время. Но вот месяц свести растению и оставаться с таким же красивым. Так, что у нас тут внизу? Ну, бутончик от Мельтаниопсиса. Мельтаниопсис слабенький. Но цветочек пока оставила. Был когда-то кусочек одной бульбочки. Которая отвалилась. И я ее посадила в горшочек. Думаю, ну, пусть растет. И эта бульбочка, она вот видно, что цвевшая была. И вот от маленькой бульбочки пошли цветоносы. Нет, надо немножко по-другому снимать. Ну, в общем-то, такой вот Дин Робиум маленький. А целогинка цветет. Целогинка это Сабрина. Она не только имеет красноватую ботву, она еще очень приятно пахнет. Вот такой вот красивый цветок. Пахнет конфетами. Ну, например, Ансидиум. Есть, который Твинкль, он пахнет конфетами очень сильно. То этот пахнет очень приятно. Второй раз другого цветоноса у меня цветет Крузейра Десон. Такой же красивый, в принципе, как и цветок. Распустилась у меня котлея Персеволиана. Она распустилась ровно по сезону, потому что Дин Робиум в декабре месяце. В принципе, как и написано везде. Большой, крупный, красивый цветок. Она у меня просто Персеволиана без приписки. Но думаю, что явно какой-то наградной уклон, потому что можно увидеть очень широкий лепесток. Очень. У Персеволиана Тиаго такой цветок. И еще есть такая Персеволиана, тоже с такими кругловатыми цветками. Пахнет она. Не заметила, что она сейчас сильно воняет, потому что у меня цветет другая вонючка. Сейчас я вам ее покажу. Я повесила подальше. Это Бульбофилум Ахинолабиум. Вот такая вот вонючка. Он очень сильно пахнет, поэтому если в квартире где-то, ну, не рекомендую его заводить, оно пахнет запах гнилой рыбы, даже не мяса. Цветок по размеру лист А4. Вот у него такой цветок. Держит он цветок дней 5. Потом цветонос отпадает. Можно видеть, как на этом цветоносе бутон уже отпадает. И потом месяц, две недели, две он гонит новый бутон. То есть можно передохнуть. Так, ну, из серии, как говорят, вонючек. Ну, как по мне, он не воняет. Есть небольшой так запах, но он не пахнет арбузами почему-то. Это бульбофилум Элизабет М. У меня он очень давно. Я его покупала прям, ну, наверное, лет 8-9 назад. Красивые цветы. Тоже их соцветия. Ну, наверное, я все-таки подставлю рук. Вот такой вот. Очень красивый. Здесь с гибридом Ротшильдианом, поэтому он очень сильно на него похож. И вот такая вот кисточка. У меня уже он куст большой, но чего-то вот когда-то у меня цвел с 11 цветоносов, но в последнее время он все-таки 1-2 цветоноса дает. На заднем плане это Дендробиум. Здесь расцвела котлея панда. White Spike Panda. Вот такая вот бирка. Она у меня распустилась. Вот такая вот крупная дама. Но что-то ушко оно одно завернуло. Все выравнивала, выравнивала не хочет она. Ну, цветок, конечно, большой, красивый, крупный. Тут растет еще новый бутончик. Так, здесь Ангулоа. Ангулоа будет в рукере без пересорта, потому что по бутонам вижу, что уже будут темные бутончики. Думаю, дня через 2-3 должна уже открыться. 4 бутона. Как она цветет? Я ее получила. Было очень страшное растение. Честно, когда пришло, я его брала на продажу. Перешла бульба и рост. Ну, конечно, такие растения обычно никто не хочет покупать. Ну, в итоге бульба дорастила эту бульбу, потому что, ну, я ее посадила, все нормально поливала. Она отдохнула. Листь я срезала, потому что уже страшно. Она выдала рост, и рядышком уже были бутончики. Поэтому цветет, наверное, на старых дрожжах Эквадора. Плекта церментус у меня так и цветет. Ну, один цветоносик уже начинает цветочки вянуть. Ну, и так, достаточно долго порадовала. Тут у меня такая еще есть вещь. Макселярия сандриана. Эта макселярия относится к холодным типам. И ее достаточно сложно содержать. Ну, наверное, в моих условиях, потому что у меня жарко. Для них, ну, она осталась. Думаю, ну, выживет хорошо. Лето пережила замечательно. И она за время лета практически не росла, потому что жара это не их, и их плюс 15, ниже температуры, плюс 10. Вот они прям эту температуру любят. И сейчас эта температура подходящая. И она, смотрю, стала подниматься из горшка. Думаю, что же случилось. Поднимаю ее из горшка, а так как корни уже оплетены полностью, внутри горшка рост цветоносов, 6 цветоносов внутри. И мне пришлось вот что сделать. Обрезать горшок изнутри, чтобы выходили цветоносы. Один цветонос я вам покажу. Он получился над горшком. Вот он. Ну, у него такие цветоносы. А внутри цветоносы где-то по 10 сантиметров, тоже красного цвета. Поэтому ждем. Конечно, будет потрясающе. Это крупноцветковая макселярия. Очень красивая. Когда-то была моей мечтой. Зачвести ее, но гибло. У меня два раза я ее покупала, но и она гибла. В этот раз повезло. Ну, и тут у нас тоже будет красивый цветонос. Это цветонос асиопеи. Асиопея это гибрид ацинеты на стенгопеи. Тоже распустится дня через два. Это крупное растение. Я его получила. И получила я его с цветоносом. Посадила в корзинку с омхом. Вот так вот. И поддерживала мух в влажном состоянии. Потому что я понимала, что цветоносу нужна влажность постоянная. И он у меня рос, рос, рос. И дорос уже вот до такого размера. Я считала 16 бутонов. Соцветие будет крупное. Конечно, когда цветут такие растения, тангопейного типа, это на уровне праздника. Потому что цветут они редко, мало. Но вот такой вот красавец будет. Я его получила как пересортом. На свертке было написано «Ида лакуста». Расворачиваю. Думаю, какая же там ида. Если это оценитого типа что-то. Никогда не расстраиваюсь. Ну ладно, будем растить. Так вот в коллекции появляются такие вещи. Ну вот такой вот обзор. По цветению, по цветоносам. Скоро будет новый обзор с новыми цветениями. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok